Международный день труда тех, кто работает не ради зарплаты, а по зову сердца. Полгода назад Минблаг призвал общество принять участие в решении проблем детдомов. Отозвались почти 200 человек. Они стали добровольными помощниками. Теперь волонтёров зовут и в Центре социальной опеки для взрослых. Детский центр социальной опеки на улице Капсалю в Риге. Полгода назад программа ЛТВ «Запрещенный приём» выявила там ряд нарушений по отношению к маленьким детям. С тех пор здесь многое изменилось. Новый руководитель. Детей стало в половину меньше, а грудничков и вовсе нет. Сейчас здесь 41 ребёнок от 4 до 17 лет. Помимо штатного персонала, ежедневно тут бывают и волонтёры. Активных около 20 человек. Они проводят время с детьми на улице, помогают работникам ухаживать, кормить. Некоторые проводят творческие занятия, играют на пианино, устраивают чайные вечера в узком кругу. И таким образом дети получают больше индивидуального внимания. Есть дети, которые уже ждут конкретных людей, чтобы провести с ними время. Это развивает интеллектуальный мир ребёнка и мир привязанностей. Елена пришла в детдом в качестве волонтёра. Прогулки, чтение книг, игры, разговор. Ну и больше, конечно, я стараюсь всё-таки так. Игры это делали, даже десятые, наверное, скажем так. Они нуждаются больше даже в разговоре, в присутствии. Как бы они такие, ну как дети. Вскоре Елене предложили в детдоме постоянную работу. Она предложение приняла. Эта игровая комната тоже заслуга волонтёров. Одна из них оплатила ремонт и обустройство. Да ещё и проводит с детьми развивающие занятия. На призыв Минздрава помочь решить проблему детдомов в Латвии откликнулись около 200 человек. 171 уже заключили договоры и приступили к работе. Именно от них пришла идея подключить добровольцев и к работе в центрах для взрослых. Обучение у них будет другое. У детей своя специфика. У работы со взрослыми своя. У большей части из них нарушение душевного характера. Поэтому волонтёров будем учить особенностям восприятия таких людей при их болезнях. Это волонтёры должны знать для хорошей коммуникации. Всего в стране 32 государственных центра социоопеки для взрослых и 6 для детей.